Копея Дюсенова родилась в 1930 году. В возрасте 11 лет во время Второй мировой войны вместе с матерью сушила сыр, готовила напитки из ежевики, а затем отправляли на фронт. «Когда мне было 11 лет, началась война. Тогда начала работать. Я окончила 4 класса, повзрослев, вышла замуж, родила. Мой муж был хорошим человеком, 40 лет работал учителем математики и физики в школе». Учебу труженица тыла продолжила в вечерней школе. Многодетная мать воспитала 7 детей. В 1983 году получила звание Алтыналха. Сейчас у нее уже 18 внуков, 32 правнука и один праправнук. Любовь Жирнова, 25 лет, работала бухгалтером на заводе КДА. Общий стаж работы – более 40 лет. Глава региона лично поблагодарил женщину за преданность делу и вклад в развитие общественной жизни области. «Ваша мама – великолепный человек, человек, который принимал участие в становлении нашей страны, активно принимал. Спасибо. Всем большое спасибо, всем благодарность большая. Ко мне ходит соцработник, добрая, внимательная, такая спокойная. И хочу, чтобы в нашем Казахстане, как в январе месяце, чтобы никогда, никогда больше не было». На передовой чистоты города стоят работники Кухщета-Азаллак. Акимобласти отметил важность их работы, поздравил с праздником, поблагодарил за ответственное отношение к работе и вручил подарки. «Вот как обычно в этот день, замечательный день, я прихожу. В преддверии великого праздника, светлого праздника, весеннего праздника, международного женского дня 8 марта. Встречаюсь с вами. Желаю вам всем, как обычно, крепкого здоровья, мира, добра, благополучия». Воспитанницы дома мамы тоже не остались без внимания главы региона. На встрече девушки выразили свою признательность Акиму за внимание и поблагодарили. В свою очередь Ермек Маржикпаев заявил, что все просьбы и пожелания молодых матерей обязательно будут учтены.